Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я уже делал скринкаст о работе с гитхаб. Описал там основные принципы и понятия и рассказал о том, как работать с сервисом из-под гитхаб-десктоп. И сразу же поправился, что работать из-под гитхаб-десктоп нельзя. Это не серьезно. На самом деле надо один раз попробовать командную строку или терминал, если вы работаете на Mac, и почувствовать себя уже наконец продвинутым пользователем. Но это не единственный плюс командной строки. Она действительно удобнее в работе, чем гитхаб-десктоп. И главное, она как-то по-другому настраивает мозг. Я уже говорил, раз уж взялись кодить, надо кодить. В десятке ее проще всего вызвать через поиск. Набираем cmd, заходим. Сейчас она показывает место, где мы находимся. Диск c, папка users, папка dober. Что у нас есть в этой папке? Чтобы узнать, надо ввести команду dir. Вот содержимое папки dober. Тут есть папка git-d. Я ее создал заранее. Зайдем туда. Для этого набираем cd git-d, то есть зайти в папку git-d. Для того, чтобы выйти из папки и подняться на уровень выше, нужно набрать cd и две точки. Итак, вернемся в git-d. Сейчас я разверну экран. Что у нас есть в этой папке? Dir? Ничего. Она пуста. Наполним. Собственно, именно эту папку мы синхронизируем с гитхабом и в ней будем хранить проект, над которым работаем. Для этого нам нужно его сюда с гитхаба клонировать. В прошлом уроке мы создали репозиторий на гитхаб. Там ничего нет. Ну то есть есть только два файла. Давайте клонируем их в папку git-d. Для этого мы набираем команду git-clone и вставляем ссылку. Enter и мы сталкиваемся с такой проблемой. Почему-то в большинстве описаний об этом не говорят, но в Windows нет встроенных библиотек для работы с командой git. Их нужно доустанавливать. Очистим экран. Команда cls. И приступим. Идем на git-csm.com. В Downloads и скачиваем дистрибутив для Windows. Запускаем. Тут достаточно тонкие настройки. Рассказывать про каждую у нас нет возможности, поэтому просто ставьте все по дефолту. Этого вполне достаточно для работы с гитхабом. Установили и возвращаемся к командной строке. Повторяем наш запрос. Клонировать репозиторий dober. Теперь уже он не воспринимает команду git как незнакомую и делает то, что нам нужно. Теперь в папке git-d появилась папка dober. А в ней есть все, что было в репозитории dober. То есть два файла. Давайте создадим еще один файл. Неважно какой. Пусть будет обычный txt файл. И попробуем закинуть его на гитхаб. Для этого сначала нам нужно перейти в папку dober. Давайте посмотрим, что тут есть. Ага. Уже три файла. А теперь посмотрим, что скажет про наш локальный репозиторий github. Для этого наберем команду git-status и выясняется, что в папке появился новый файл. Он еще не на гитхабе. Его нужно выбрать для добавления, потом добавить какие-то комментарии и отправлять. Сначала мы добавляем его в очередь на отправку. git-add и имя файла. Посмотрим, что поменялось. Ничего, странно. А, заглавная буква. Beginnings заглавной буквы, а я напечатал прописную. Так, добавили. Ага, позеленел. Теперь давайте его откоммитим. git commit-m и в кавычках что мы и сделали. У нас получается добавлен txt файл. Так. И наконец заливаем. git push. Он запрашивает авторизацию. Это потому, что мы в первый раз заливаем что-то в этот репозиторий. Тут нужен ваш личный логин-пароль от гитхаб. И все. Файлы залиты. И теперь смотрим, что у нас изменилось. Вот. У нас появился еще один файл txt. Теперь перенесемся чуть вперед. Я создал другую папку. Клонировал туда этот репозиторий, как будто я работаю с другого компьютера. Стандартное раздвоение личности. Вова Ломов номер два. И создал тут два новых txt файла. Давайте посмотрим в каком они сейчас состоянии. В красном. Окей. Давайте их добавим. git add и точка. Точка означает, что добавить нужно все. Добавились. Да, добавились. git commit. Добавлено два новых файла. И git push. Все. Файлы в репозитории на гитхаб. Теперь давайте в последний раз совершим шизофренический переход ко мне первому. У него, у меня точнее, в локальном репозитории пока этих файлов нет. Я даже не знаю, появилось ли там что-то новое. Но я вернулся от друзей и очень захотел поработать. Я сажусь. Набираю git pull. И, во-первых, вижу, что в репозитории добавлены два новых файла. А, во-вторых, в моей локальной папке эти два новых файла незамедлительно появились. Я могу работать дальше. Все. Как сказал бы ребенок про велосипед, нет ничего проще. Дети обычно забывают о том, сколько усилий потребовалось, чтобы первый раз поехать самостоятельно. Про работу из-под командной строки можно сказать тоже. Но просто научиться этому гораздо проще, чем езде на велосипеде. Все. Любите друг друга. Учитесь работать с гитхаб правильно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать утеплиться социальных технологий.